Шоу «Мазгон» – это шоу, где все радуются двойкам и переживают только о том, что телепроект скоро закончится. Приветствуем вас, зрители, дорогие наши подписчики, с вами ваш канал Интересная Инфо. В это сложно поверить, но на следующей неделе ожидается финальный выпуск, и мы узнаем, кто станет победителем первого сезона. Гостем стала народная артистка России Лариса Долина, и это, скорее всего, взволновало участников шоу, ибо все знают, какой требовательный и строгий нрав у Ларисы Александровны. Шоу открыла Юлия Паршута в категории «Новая музыка», исполнив песню хит 2020 года «Сияй». Как отметила гость-эксперт Лариса Александровна, Паршута благодаря своему актерскому образованию дала слушателям прочувствовать каждое слово в этой современной песне. По словам Долиной, в современных композициях невозможно уловить смысл. Юлия встала на постамент, демонстрируя свои красивые ноги, которые, как сказал Батрудинов, раз от раза вырастают и становятся длиннее. И, конечно, нельзя не отметить вокал. Она использовала йодль, глубокое позиционирование звука, субтон, отключение-включение резонатора. Как отметил Марк Тишман, эта песня сегодня засияла по-другому. Вторым на сцену вышел Стас Костюшкин. Он спел, а скорее просто проговорил и прокричал песню Игоря Крутого «Мадонна». Вы знаете, наш специалист по вокалу, а именно выпускник Университета культуры и искусств по вокалу, вокальное искусство. Рустам Бурлаков и выпускник Саратовской консерватории по тому же классу вокальное искусство просто отказались делать анализ его вокала, сославшись на то, что нечего анализировать. Стоит отметить, что Костюшкин перед своим выступлением подарил Ларисе Александровне красивый букет цветов со словами «Моя Афродита, моя Мадонна, лучшее, что есть на этой сцене». А Батрудинов спросил, а это же с доброй волей или все-таки коррупция. Совершил свое выступление Стас с эффектным падением на колени со словами «Мадонна Лариса», обращенными, сами знаете, к кому. Лариса Александровна в ответ, растрогавшись, пустилась слезу, а ведущие отметили, что чем ближе к финалу, тем меньше одежды, что и доказал своим выступлением Стас. Слова Макару в окружении гигантских шахматных фигур исполнил песню «Бесконечная мелодия» из фильма «Привидение». Примечательно было то, что справа от исполнителя билось и мерцало сердце правильной анатомической формы, что придало песне еще большую проникновенность. Хорошая постановка вокала, экспрессия, микс и пальцет, в целом довольно качественное исполнение. Долина отметила, что ей очень понравилось и спета было чувственно и художественно очень правильно. Следующей выступила Алиса Мон с песней Андрея Губина «Птица». С первых же слов претензии к вокалу. Отсутствие резонатора, сиплый голос, либо последствия курения, либо в силу возраста отек голосовых связок. Главными временами отсутствие опоры, видимо, из-за того, что во время пения Алиса стала ходить, голос плавал. Но, тем не менее, необходимо отметить хорошую работу режиссера над постановкой композиции. В начале песни особый трепет придает сценическому действию, трогательно обнявшиеся парочки, как преддверие наступающей разлуки. А исполнительница, надвигаясь на сцену, все больше накаляет обстановку повествованием о птице, которая скоро улетит. Кульминацией становится живое, красные олицетворяющие морские волны, полотно, раскачиваясь на которых Алиса завершила песню. Король дна отметил, что если доля на его Мадонна, то Алиса Мон, несомненно, при Мадонна. Сама Лариса Александровна призналась, что всегда любила и любит творчество Алисы Мон. И, конечно, отметила блестящую работу режиссера в постановке. Марк Тишман с песней Тима Белорусских «Незабудка» откровенно удивил коллег и друзей по шоу. Девушки в ярких одеяниях с букетами ярких синих цветов завораживали своими выверенными с хореографической точки зрения движениями. Но, похоже, в погоне за внешним лоском Марк совсем забыл о голосе во время исполнения. Крик на связках, звук которой уходит в нос из-за неправильной постановки, в целом исполнение было чуть лучше, чем у Стаса. Но необходимо подчеркнуть ярко-красные крылья за спиной Марка как олицетворение дьявольской натуры героя. Долина подчеркнула, что эстетика рока – это не эстетика Марка. Что Марк слишком романтичный, и у него красивый лирический голос, но у него неплохо получается петь рок, и ему следует развиваться по этому пути. Возможно, именно поэтому наши эксперты не оценили его вокал в этой песне. Супротив реальному дождю во время выступления Марка Тишмана в одной из прошедших выпусков номер Кирилла Туриченко был обозначен дождем и белолицами, мумиями в черных плащах. В завершении композиции наконец-то явилась на сцену виновница страданий героя Кирилла. Та самая в нежно-красном платье. Однако в конце герой так и остался с белой маской в руках, на которую по-актерски многозначительно уставился. Что касается вокала во время исполнения, вначале было красивое пьяно, без опоры. Но на припеве Кирилл удивил экспрессией и диапазоном голоса. Он взял си первой октавы на опоре «Не каждый так сможет». И что интересно, он делал расщепление на этой же ноте. Мощный вокал, душевное исполнение. Дулина даже подчеркнула, что искренне пожалела голосовые связки Туреченко в конце исполнения. Песня получилась на разрыв. Но только берегите свои связки. Анатолий Цой выступил с песней миллиардника «Модель Хэллоу». В начале песни «Одиноко» сидел за роялем и аккомпанировал самому себе. Потом эффектно разлил стаканы с водой. А тролли неожиданно вместе со своим роялем попал в царство водопада. Стоит отметить, что у Цоя полностью поставленный голос. Придраться не к чему. Но если говорить о тембре, то нашим экспертам он пришелся не по душе из-за отсутствия колорита и богатства. Но для эстрад на джазовое исполнение та самое то, будем считать, что наши эксперты придрались и вставили свою субъективную оценку. Объективно Цой – прекрасный вокалист. Лариса Александровна подчеркнула, я знаю, что Толик может больше. Голос хрусталь. Добавишь чувственность – равных тебе не будет. Карина Кокс на сцену вышла в эффектной диадеме со множеством удлиненных шипов и в ярко-золотистом длинном платье. Что подчеркивало тематику исполняемой ею песни на еврейский мотив – «Хаванагила», что в переводе означает «Давай возрадуемся». И действительно, следуя призыву, все участники моментально поднялись с мест и начали весело поплясывать в такт звучащей песни. Девушки с тонкими и шелковыми платками нежно кружили вокруг Карина к продолжению всего номера. Относительно вокала в этой песне невозможно увидеть потенциал голоса исполнителя. Однако, наши эксперты утверждают, что песня исполнена очень неплохо. В своем комментарии Лариса Александровна была немногословной и только отметила, что очень неожиданный выбор песни. Но, как говорится, зашло. В категории советская песня Диана Анкудинова удивила и даже убаюкала своих коллег. Пошел песни «Маленький принц». Песня начиналась на страницах волшебной детской книжки, как казалось, со сказками. Но, ближе к середине песни, VR-технологии перенесли юную исполнительницу вместе с ее зрителем чудесные волшебные просторы детской фантазии, сказочной действительности и мечты. По-настоящему мечты. Некоторые участники признали, что Диана их убаюкала своей песней, а в гости шоу Лариса Долина даже назвала эту песню слишком простенькой для Дианы. Как оказалась Анкудинова студентка Лариса Александровна. И Долина прекрасно знает о вокальных способностях девушки. А наши специалисты умолчали о вокале Дианы. Как говорится, ее имя уже говорит само за себя. По итогам восьмого выпуска победителем стал Кирилл Туриченко с песней «До предела». Однако итоговая таблица не изменилась. Итак, на недосягаемой высоте, где-то там за облаками, там где уже начинается нижняя граница космоса, наша принцесса Диана с чарующим голосом. Непредсказуемая Карина Кокс, которая из передачи к передаче прыгает то вверх, то вниз. Третью строчку занимает, несмотря на провал в прошлой передаче, Анатолий Цой. Ему дышит в затылок Юлия Паршута. Пятую строчку занимает, как сказал Батрудинов, дерзкий и заряженный Кирилл Туриченко. На краю бездны в полусантиметре от царства Костюшкина расположилась Алиса Мон. В родное днище, в последнюю тройку участников, вернулся Вячеслав Макаров. На восьмом месте самый умный и красивый двоечник России, неизменный спутник Стаса Костюшкина Марк Тишман. И, наконец, король дна Атлант, держащий на своих плечах весь хит-парад шоу Мозгон, стиляга и красавчик Стас Костюшкин. Также стоит отметить, что он лучший шоумен на этом шоу. А что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. Я буду счастлива, если вы поставите лайк прямо сейчас. Подпишитесь на наш канал, мы будем рады принять вас в нашу дружную семью. Всем удачи, хороших песен, дорогие. Берегите себя и своих близких. Не прощаюсь.